С поздравления главы по случаю Всероссийского праздника Дня Семьи, Любви и Верности началось 8 июля 2013 года оперативное совещание в администрации городского округа Электрогорск. Доброе утро, уважаемые коллеги. Начнем, наверное, с приятного. У нас сегодня есть именинники. Илья Николаевна здесь. Хотел бы от себя лично, скорее, поздравить. Хотел бы всех присутствующих в зале и, наверное, всех наших жителей поздравить сегодня. Это тоже большой праздник. День Семьи, Любви и Верности. Вашим семям благополучия, достатка, любви, взаимопонимания. Всего самого хорошего. С праздником. Большое мероприятие будет на них проходить. Я хотел бы, чтобы, наверное, с добрыми словами, словами благодарности вы тоже присоединились. Сегодня большой юбилей у Блинкова Николаевича. Он на протяжении многих лет работал в городе Электрогорского руководителя. У него есть профессор, доктор наук. Много вложил своих знаний и способностей в развитие науки и производство. Многие из вас, наверное, соприкасались с этим предприятием. Я на сейчас одно из, скажем, таких больших и, не побоюсь слова, с городообразующих. Поэтому ему, и его семье здоровья, благополучия, всего самого хорошего. Руководитель ТСК «Мосэнерго» Сергей Куплянкин доложил о текущих плановых мероприятиях в рамках работы организации. На вопрос о капитальном ремонте в системе городского водоснабжения был дан однозначный ответ – в этом году не планируется. Как было отмечено, город на 30% готов к отопительному сезону. Доброе утро. Работаем по планам. Заменили на текущий момент порядка 750 метров теплотрассы. В течение недели у нас было 5 за 40 по канализации устраняло. Значит, монтируем производный учет по оставшимся прямом направлении. Ленина, Горького, Советского и Новгорода. Гузлы учетом ДТП ставят. Мы говорим про всех, кто для, скажем так, корректного учета по сходу коммунальных государств. Хорошо. Ну, видно, что работы ведутся. Приятно. Скажите, пожалуйста, что у нас делается? Потому что много вопросов задают жители по ржавой воде, особенно районах Оленина и Ленина. Значит, ввели в регламент еженедельно, ввели на себя затраты, еженедельно проводим продувку концевых участков. Значит, со своей стороны вопрос я озвучил, руководство. Мысль была провести очистку, потому что происходит это все из-за наличия рыхлых отложений в системе. То есть идет небольшое изменение гидравлики, вот эти рыхлые отложения снимаются, насосом достаточно изменить давление, и все несется туда. Но система такая, изношенная, тем более чугу, любые методы очистки сейчас просто будут ее разрушены. То есть нужна замерка. Какие-то такие капитальные, серьезные вложения планируют? Мы в этом году планы пока те просить, потому что ТСК столько вложила, что будем латать по возможности. Вот кусками меняли, покупали эти самые кофты, переход чугунный металл. То есть металл квалика, если надо будет конкретно именно по километражу брать сеть. Первое, нужно, чтобы подготовить предложение, где нужно наше ходатайство, оперативное вмешательство, давайте будем заниматься комплексными проблемами. Потому что она так, знаете, не решается всерьез и основательно. Это первое. Потому что, может быть, мы просто запланируем на следующий год, чтобы было для жителей понятно, сколько им терпеть. Потому что мне задают вопрос, я не могу ответить. Потому что обманывать не хочу, да, и не имею права сказать, что мы конкретно, что занимаемся, что под особым вниманием, да, но когда непонятно. Это раз. И просьба огромного, я вам услышал, да. Значит, и ДСЖ наше здесь. Первое, если некое качество, а нет услуг предоставляемых, давайте о том, о чем мы договорились, выполнять. Значит, есть факты плохого качества вода. Значит, давайте делать перерасчет. Люди из-за наших проблем не должны спрятать. Вот тут нужно подходить нормально, разумно. Фиксируйте вот эти даты, фиксируйте это время, да. И, как бы, нужно с людьми общаться и, как бы, все-таки вот эти перерасчеты делать. Ну, я хочу еще что добавить. Значит, ТСК задачилась паспортизацией. Если паспортизация системы теплоснабжения проведена, вот, здесь уже мы вплотную подошли к разработке схем теплоснабжения. Сейчас надо провести паспортизацию схемы водоснабжения-водотведения. Вот, коммерческое предложение отправил туда, вверх. Вот. Дальше, соответственно, по закону, по 416 ФОЗ, это разработка схемы обоснабжения водотведения. Будет паспортизация, уже будет что-то, о чем можно говорить, что эти сети надо менять в первую очередь. Вот. А по поводу перерасчета, вот, 354-е постановление, там, четко написано, кто что должен делать. То есть, есть факт. Это, кстати, в договорах со всеми прописанными. Пускай откровая-докровая смотрит, есть факт, некачественные услуги коммунальные, поэтому, значит, протокол составляет все. Понимаем. Мы хотели, чтобы вы, как бы, из разговоров перешли практически в плоскость и начали вот эти... Вы готовы, если будет нормально оформленный документ? Все понятно. Исходящие документы? Все ясно. Никто не отменял, документы должны быть в порядке. Но в этом направлении нужна работа, чтобы понимание было. Да. Хорошо. Есть вопросы? Есть. Как вы сейчас сказали, замена, ремонт. До поведения замены и ремонта, какое у вас составлено пламя предприятия для того, чтобы промыть систему и подать людям нормальную воду? В смысле промыть? По, это, по спитевой водоснабжению? Да, по спитевой водоснабжению. Подорожа объединяем. Результаты есть, если начинаете через гидранты промывать. Мы промываем. График у вас составлен? У нас еженедельно же, кроме того, в регламентах. Еженедельно, это один раз в неделю. А вода идет каждый день в немодлижащего качества. Значит, это проблема, надо заниматься каждый день. Хорошо. Мы попробовали пожить и попить такую воду. Наталья, запросите график, на контрольных, по сравнению с этой проблемой. В выходные день тренировались, тренировались, но у меня не пошло нормально. Значит, надо это все делать? Нет ее мозги, значит, обеспечить таким образом вашу службу. Потом, из вашего выступления, касаясь всех, я не услышал, цифры, технологии подготовки, оценка готовности предприятия, какой сейчас? Процент готовности у нас порядка 30% уточнились. Это по графикам, которые мы установили, которые мы вам присылали. Вы в графике идете или нет? Мы идем в графике. Это касается всех учреждений. Если вы, но из величиного органа и соц. объектов, посмотрите все свои приказы, подготовки в виде сроки, держите на контроль. Потому что готовность сейчас плачевная. Скажите, советские ссоры закрыли проблему судопроводку? Там была проблема. Должны были переложить, вы это переложили? Нет. Мы перекладывали, ждем материал. У нас там люди будем делать и на детские площадки, другое устройство. Мы ждем вас. Хорошо. И еще один вопрос. Сейчас я еще добавить. У нас, я смотрю, постоянную жара, в коментах, я говорю, наверное, в курсе. Возле копейки бывшей. На Горьково. А то сейчас опять огородили, у вас там еще авария. Там плановый ремонт у нас намечен. Потому что плановый ремонт, если там асфальт вскрыли. Вскрыли плановый ремонт, оформили этот сад. Плановый ремонт? Да, да, да. И плановый ремонт. Хорошо. Что нужно сделать, это нормально. Мы не делаем. Покрыточку сделать. Центр города паркуется, и гости города, и жители все ее. По информации генерального директора УК и ЛИНКОМ Дениса Семенова, активно ведется подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. Готовы к зиме 52 дома. Осуществляется работа по благоустройству. Прошедшую неделю активно занимались подготовкой жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Ремонтали присловлены 52 квартирных домах. По аварийным отключениям на прошлой неделе свыше 4 часов не было отключений. Проводим ремонт подъездов. Согласно графику, ремонт входов в подъезды, ступенек. И занимаемся благоустройством города. Также заменяли лампы на уличное освещение по улице Советской. И планируем восстановить освещение на Невскому на этой неделе. Вот как раз на Кризанке, тоже будет Советский дом 35А. Сломалась у нас косилка большая, которую мы косим от поля по центральной улице. Мы приобрели новую. Сегодня ее должны поставить. И на этой неделе покосим уже новую косилку от этих поля. От приезда до больницы. На этой неделе также по плану ремонта подъезда, в связи с многочисленными обращениями, Советская 26, где был пожар, поставим бригаду, чтобы было быстро. Что-то надо обязательно помочь. Вообще, по возьмите на заметку. Отправьте людей, покосите в ЗАГС. Все-таки это лицо города. Там площадь небольшая, буквально 50-60 квадратных метров. Нужно сделать опуску. Где-то там. Теперь скажите, по Советской 42, что там с лифтом были проблемы? Решили вопрос? Я не передавал. Ну, вот здесь ВДД, в самом деле. Сгорела электроплата, восстановить не могут. Не работает лифт уже неделя. Улица Советская, дом 42. От 2-го числа 2-го года. Уточню, да. Покровская, ПЯ. Значит, объясняйте. Такую информацию должны владеть лифт. Не так много у нас, как будет. Задача первостепенная. Объясняйте. Значит, дальше. По Советской, как раз вот 40-44, по детским площадкам. Значит, обращение было от жителей по поводу песочницы без песка. Значит, ямы нужно подвести. Песок Жикова номер 3 обращались в начальник безрезультативно. Начальник Жикова у нас не завозит песок, поэтому он не мог в этой ситуации помочь. И с песком только недавно ситуация решилась. Мы завезли везде в прописке. Сюда завезли? Не могу сказать. Он не может решить, но если он не решает, и обращение идут, да, тем более, все, что касается детей, он может вам доложить и дать информацию. Ну, завезем. Он мимо уши-то не пропускал, как бы, вот эту информацию. Хорошо. Пометьте, только единственное, только с ТСК согласуйте, чтобы не получилось стать, что вы сейчас песка навезете, две-три машины, для детишек сделаете, а потом ТСК МОСУМЕРГУКОМ все перекапываете, весь, вся ваша работа на смазку. Хорошо? Предприятие работает в штатном режиме. Отчитался о работе ИЛЭК и ее руководитель Игорь Чеканов. 35% – такой показатель готовности к осенне-зимнему периоду в ИЛЭК. Второе утро. Предприятие на прошлой неделе работало в штатном режиме. Нарушение электроснабжения не зафиксировано. Занимались работой по ОКОСу, по уголке поединяющей территории, по окраске подстанций. Закончились работы по капитальному ремонту 3-3 подстанции, это район бани. Оштукатурены снутри и снаружи стены, покраска всего здания, замена кровли здания, новая отмостка, дверные проемы расширенные. Также заменили полностью как низковольтное, так и высоковольтное оборудование. Можем провести на экскурсию, если есть желание. Продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. В процентном отношении это выполнили на 35%. Хотелось бы сделать информационное сообщение. У нас организовалось новое предприятие, филиал открытого акционерного общества, Московская областная инвестивая компания, Электрогорская электросеть. Решение принято по согласованию нашего руководства и главы города, а также по рекомендации Министерства имущественных отношений в правительстве Московской области. Филиал будет заниматься теми же самыми работами, что ИОЛЭК. Дело не должно страдать. Первое, вы знаете, ваши задачи. Максимальное содействие, особое внимание, это все, что касается энергоснабжения детского садика 35-го. Геймо-одиальный центр, значит, сейчас объявляем этой неделе, сегодня-завтра конкурс по школам, по клубам и школам. Вот это под особый контроль, чтобы у нас не было сбоев, чтобы мы графики выдерживали. Любые какие проблемы или тонкости возникают, чтобы нас информировали. Значит, и вот в этом направлении двигают. По плану работает МОП «Электросеть», доложил руководитель предприятия Михаил Казаков. Предприятие работает, все вопросы, поставленные задачи решаются. В ТСЖ наш дом осуществляется, а в ЗАО Сахаруу завершена. Подготовка к зиме, доложили председатели управляющих компаний. Доброе утро. В плане подготовки к зиме проведена опрессовка. Проводится плановый осмотр кровли и мелкий ремонт. Готовимся к ОКОСу по второму. Документацию готовим также по подготовке гибели. Доброе утро. На прошедшей неделе предприятие работало в штатном режиме. Аварийной ситуации на сетях не было. Занимаемся ревизией системы горячего водоснабжения, благоустройством, ОКОСом кровли. Остальное все в рабочем порядке. В ЗАО Сахаровку и Захарова один из самых, наверное, ответственных. У них готовность еще была на прошлой неделе 100%. Поэтому, скажем, на кого нужно равняться. Понятно, наверное, объем их меньше, чем у многих других. Но время летит быстро, нужно готовить свое время к зиме. Это очень важный момент. В рамках текущих мероприятий осуществляет свою деятельность ДРСУ. Отчитался о работе представитель организации. На этой неделе продолжаем заниматься уборкой смета и ОКОСом территории. Также мусором. Уборкой смета где на какие-то... На этой неделе будем выбирать так называемый Рязан, полиция Тросска, Освободы. Мудезу вы дали график работы? Сегодня дали. Первый раз или... Нет, почему первый раз. Почему-то там уже... Мы срисовки на новое время постоянно... Я думаю, что вы немножко по-другому документы, что вы не предоставляете все время. Что у нас получается с ДРСУ как испорченный телефон. Проехали с вами же, да? Вместе со мной, вместе с Федором Эльчим Балискин. Вот в одно ухо влетает, в другое улетает. Начиная от того, что вы сказали, пока не случилось беды, пока ребятишки, там, не велосипедисты наши, не объемторы, пока опять Давид Михайлович не получил, не знаю, там, по такому месту, да? Лично вам не позвонил. Только после этого сделали работу, которая стоит 100 рублей. У вас вообще испорченный телефон. Непонятно, кто у вас ответственный. Непонятно, кто у вас руководитель. Вот начальников много, а толку никакого. Никакого толку. Значит, первое. Проедьте по территориям, посмотрите, установка всех знаков. Вот вы ездите, тем более местный житель, половина знаков, сикой знаков. Наклонены налево-направо, завалены. Знака уже две недели нет. Лично я подгорал утром въехал, значит, уступи дорогу возле школы. Возле комсомольства. Переулок на улицу Ленина, на перекрестке. Знака нет. Знаки разукрашены возле больницы. Кто-то разукрасил, не знаю, там, первое, возьмите охрану. Нужно быть под контроль, взяли, следили. Наверняка, наверное, это дети, взрослые, не ходили, не красили. Почему? Взрослые дети, наверное, начали. Поэтому давайте под контроль все работы, которые наметили. Информацию максимальную, значит, оперативно даете в МУДЭС, чтобы они знали, какие вы работы выполняете и контролируете. И по знакам, по всем остальным вопросам проведите работу. Дирекция единого заказчика работает в штатном режиме. Остается без горячего водоснабжения городская баня. Доложил руководитель ДЭС Андрей Алексеев. Доброе утро. В продолжение темы скажу, что графика в настоящее время нет. Как только график у нас будет, мы копию предоставим вам. Ее возьмите, чтобы вы были в курсе, какие работы проводятся. Что касаемо работы в городской бане, так как ГВС нет, прошедшие выходные и будущие бани будут работать. Об этом объявление мы около бани развесили. Стараемся дать в газеты, если успеем. А так, в предприятии оборудовательного режима вопросов пока нет. После оперативки, что же я ничего не делаю. Отдел торговли зарегистрировал двух новых предпринимателей на территории городского округа, отчиталась Камила Маркова. В МОП Ритуал был проведен субботник по уборке территории, доложил руководитель организации Михаил Федосеев. Приятные рабочие в таком режиме. Вчера был организован «Воскресник» с помощью Романа Георгиевича Тибунова и организация «Ерба», которая помогла нам поставить снизу машин. И освоили 45 кубических метров мусора в центре кладбища. То есть те залежи, которые очень давно лежали. Я просто думаю, что жители города как-то оценят это дело. И не будут на этом месте больше поместить. Спасибо большое, да. Спасибо, потому что я в воскресенье сам был. Вода есть, люди подходят, набирают контейнеры, стояли. Работа ведется. Немножко еще пусть порядок наведут. В выходные дни коллектив скорой помощи Электрогорской больницы осуществил 54 выезда к больным. Ведутся ремонтные работы в гемодиализном центре, отчитался главврач Вадим Ратов. Доброе утро. На утро понедельника в больнице находится 137 больных. По скорой помощи за выходные было 54 выезда. Приемный покой 85 обращений. По гемодиализному центру строители начали разборку старых конструкций, крыши и крытий обратились за помощью насчет опиловки деревьев вокруг корпуса. Тем более, что вчера около поликлиники выпала большая ветка, она порвала кабель. Сегодня кабель восстановлен. Вопрос по подготовке к земле на контроле. По информации Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка на территории городского округа оценивается как спокойная, доложила Ирина Смагина. Доброе утро. Обстановка по Электрогорску за прошедшую неделю оценивается как спокойная. Зарегистрировано два случая кишечных инфекций в грузах, не связанные между собой в случае. Два случая укуса, предъявленные сон безнадзорным животным. Один случай присаживания клещей, заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями на уровне прошлой недели. Остается напряженная обстановка в области по заболеваемости кори, точно так же, как и во всей Российской Федерации. Если у нас есть рычаги повышения притости населения, у медиков, у сотрудников образовательных учреждений и у детей, то у других граждан, так как приивки дело добровольное, рычагов нет, я еще раз обращаюсь ко всем гражданам в обязательном порядке, напоминая о том, что до 35 лет у всех должно быть две прививки против кори, особенно у тех лиц, которые уезжают за границу на отдых, так как очень много случаев завозной кори на сегодняшний день. У нас было постановление главного государственного санитарного врача по московской области, теперь вот вышел приказ, вот 1 июля, где еще больше ужесточаются меры борьбы с заболеванием с кори, хорошо, поэтому обратить внимание больницу на соблюдение санитарных правил по профилактике кори, потому что сейчас плана травмохранения в московской области провести проверку всех лечебно-патилактических учреждений на предмет профилактического заболевания почвы. К этому были готовы. И по поводу заболевания антарозирусной инфекции, сейчас уже по всей России, Краснодарский край, сейчас вот недавно заболевания были зарегистрированы в Москве, в Эстрастаре, поэтому основная мера в профилактике соблюдения правил личного въема, ни в том случае не купаться в сомнительных водоемах, только на организованных пляжах, борьба с несанкционированной торговлей и правила приготовления пищевых продуктов. Конечно, в первую очередь в сведении правил личного въема, потому что механизм передачи контактно-бытовой не доказан еще, но в принципе рассматривается вариант воздушно-катерного пищи заражения этой инфекции, но если люди будут подбедать правила личного въема, я думаю, что это значит. Хорошо, просьба отрубная оказать содействие, подскажите, что нам нужно для обработки двух турслезов, пятницы, субботы, 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 двух турслезов, свящей, комаров, все, что нужно, провести, все ладно. Руководитель отдела культуры городской администрации Зайна Пмуженко акцентировала внимание присутствующих на прошедших мероприятиях по линии подведомственных учреждений. В первом июле понедельник у нас стартовала вторая смена в молодежной политической трудовой бригаде. И уже 33 детишек работают в подустройстве городской территории. 6 июля в субботу состоялось открытие летнего турнира среди дворовых команд по футболу «Бошный мяч». Открывал этот турнир наш земляк, паралимпийский чемпион по футболу Алексей Викторович Чеснин. Продолжаются игры на первом спалопадсадского района по футболу в виде команды. И наша команда принимает в нем участие. 8 июля, сегодня в понедельник в городском парке на танцевальной площадке состоится мероприятие, посвященное дню семьи, любви и верности. Начало мероприятия 18.00 Мы приглашаем всех принять участие. Ну и на этой неделе, конечно, уже в плотную занимаемся подготовкой организации туристического света, которая пройдет с 12 по 14 июля. Все остальные подведомственные учреждения работают согласно плану работы. Все общеобразовательные учреждения города работают по плану, доложила представитель комитета по образованию. Образовательные учреждения на прошлой неделе работали по плану. 4 июля стартовала вторая смена летней оздоровительной компании на базе МОУС-УШ-2 и МОУС-12 Завтра состоится закрытие первой смены на базе МОУС-УШ-16 и лицея. Вторая смена начнет в 12-м веке. Команда МОУС-УШ-16 появляется завтра на спорте-киад в город Павловске Павловске в настоящее время все учреждения активно готовятся к новому учебному году. Прием учреждения запланировано 29 июля по 7 августа. Идет подготовка к Свету. Команда образования в принципе готова к пожилому на учебном году. В ПУ-34 занимаются подготовкой к новому учебному году. На прошлом день занимаюсь подготовкой к новому учебному гору и продолжаем работу остальных все. Отдел социальной защиты занимается текущей работой в рамках оказания мер социальной поддержки населению. В неделю отделы учреждения работали по плану. Специалисты отдела готовили насчет за второй квартал и за первые полгода по реализации социальной поддержки. Отсуществляли приемное усиление, работа с обращением граждан, работа с семьей по оздоровлению детей в третьем семе. Учреждения также работали по плану. 5 июля в комплексном центре проведено мер в честь Дня Семьи Рединоси для детей и семьи находящихся на обслуживании. Учреждения занимаются трудоустройства и территории подготовка документов по антиформистической расчищенности. Дом интернат подготовил документы на открытие платной палаты для пожилых граждан. На предстоящую неделю проведение мероприятия сегодня участковой социальной службы на базе школы номер 2. Работа с обращениями, ответы на письма, приемные поселения и работа отдела учреждений по тверденному плану. Уже особое внимание по контролю наших объектов. Потому что там у нас двалили пенсионеры и пенсионеры, поэтому внимательно все подготовили заранее. отдел опеки работает по плану доложила Людмила Шапар. Прошедшие недели все намечения мероприятия были выполнены, нештатная ситуация недопущена. На этой неделе основные мероприятия продолжаем перечислять выплаты социального характера, отслеживая наших выпускников, которые окончили профессиональные училища и общеобразовательные учреждения. И большой акцент делается на то, как они поступают в колледжи и вузы, для того, чтобы им в дальнейшем оказывать материальную социальную поддержку. В результате профилактической работы улучшилась ситуация в двух семьях. Родители изменили образ жизни. Сейчас мы принимаем активное участие в восстановлении родителей в родительских правах, тем самым дети из детских домов могут быть возвращены в свои биологические семьи. На особым контроле у нас отдых наших подопечных, их летняя занятость и совместно социальной защитой направляем детей в оздоровительные учреждения в Подмосковье и в Черное море. Все остальные мероприятия в рабочем порядке, принимаем поселение и работаем все врачи. У меня волну в большей мере по квартирам. Вас тоже этот вопрос волнует. Дело в том, что те жилые помещения, которые пригодны для проживания в результате закупки, их стоимость значительно превышает размер субвенции. А те помещения, которые предлагают риелторы и стоимость их соответствует размер субвенции, они непригодны и требуют дополнительного финансирования. Давайте готовься тогда к предложению, что можно проработать. Согласуйтесь с нашими финансовыми сотрудниками с Евгеньевичем, что реально мы можем какие-то механизмы, но дети должны получить. Это особый контроль, понимать, куда мы пойдем. Или мы покупаем более лучше сразу избыть в свет, или мы покупаем тех денег, которых хватает, и потом ремонт складываем все, кто будет финансировать, какие источники финансирования. Вот все вопросы давайте предложим, чтобы мы не затянули и потом в последний месяц не бегали. Хорошо? Да. В Госадмотехнадзоре готовятся к плановому объезду города. До 1 августа необходимо провести в порядок все детские площадки, отметил Олег Чугунов. Добрый день. За прошедшую людей отдел работал в плановом режиме. На вторник проводили совместный объезд с администрацией. По объезду хочу отметить то, что определено в 10 часов во вторник от администрации. Поэтому заинтересованные организации, которые приглашаются на объезд, не ждите дополнительных звонков. Если докупуем переносить время, то тогда будет дополнительно до всех доводиться. А так 10 часов, чтобы все были. Потому что время идет, приезжаем, полчаса бегаем, всех собираем. хотелось бы видеть на объезде еще представителей электросетей. У них тоже много объектов на территории города. Возникает вопрос в процессе объезда. Чтобы они тоже там были. электросетей. Главным управлением госнотехнадзора поставлена задача привести в належащий вид все детские площадки до 1 августа. Поэтому работа предстоит большая. Очень много бесхоза. Поэтому по бесхозу поставлена задача. Если она ни за кем детская площадка не закоплена, значит должна быть демонтирована. Потому что я учтил в случае травматизма детей к сожалению с гибелью. По фасадам ведется работа по фасадам нежилых зданий при ведении их надлежащий вид. Здесь хочу обратиться к жителям. Просьба даже уже крик души уважайте чужой труд. Покрасить этот фасад сразу же находится какой-то индивид, который считает своим святым долгом расписать сразу же это все заново. У кого-то если есть жгучее желание порисовать, идите все домой, расписывайте там стену у себя, элементы мебели, телевизоры, где-то не возбраняется. Но есть места общественного пользования, почему все должны смотреть на их художество, которое представляет ценность очень мебели мебели. Акос травы по смету тоже необходимо работу активизировать. Уже один раз прошли, но уже надо второй, даже уже наверное по времени уже третий раз должны окашивать. Хотелось бы уточнить памятник паспы за кем закреплен? Повторит четыре по-моему было. На въезде в город. Вообще всегда был 16-й школы. У меня управление в себя младежной центра? Ну, конечно, там уже по пояс, там уже с трудом видно здоровье. въезде в город 9 мая привели в порядок, ну и потом соответственно все про него забыли. Да, остро стоит вопрос по оборудованию контейнерных площадок. Работы никакой не видно, на въезде тоже указываем, говорим, говорим, чувство уже пришло время к тому, что опять вставать на круг по каждой, принимать меры административного воздействия. Потому что ситуация на самом деле сложная. Есть контейнерные площадки, где просто бункера стоят на земле, ну то есть даже элементарно твердого покрытия нет. Кое-где стоят на покрышках, тоже каменный век. А время идет, сейчас опять идем в зиму, и так оно все останется и будет еще продолжаться. И приступили к специальной операции школы, в рамках которой будет проверяться подготовка к новому учебному году, приведение фасадов знали, но тоже комплекс мероприятий покрышки строительства. всем будут проверить все, не обязательно за неделю, план составлен, поэтому одну-две школы мы будем проверять, но помимо всего прочего, кроме Электрогорска, есть и другие у меня территории, поэтому всех мы посетим в обязательном порядке, поэтому убедительная просьба, не дожидайтесь, когда приедут, скажут и начнут уже составлять протоколы, сразу все говорят, а вы нас сначала предупредите, а потом мы начнем, ну все хозяйские субъекты, все не первый год уже занимаются этой деятельностью, все уже прекрасно все знают, а потом вовремя надо все делать и не дожидаться, когда уже начнут поштрафовать. Договорение о документе готовить увеличение в площадке субъекта по поведению очень трудно оперетить на этот момент. Работа в площаде могут все на своих площадях провести и могут, хотя это мы говорили и обсуждали еще и рискуем сейчас еще раз дополнительные площадки тоже сразу определиться кто ответственный и как по мусоросборным контейнерам и площадкам и лягушек в ваших действиях вы должны проработать предложение совместно с нашими управляющими компаниями совместно я говорю вы будете с людьми посоветоваться это и Лассона это и Кожановская и все остальные лучше местных жителей не знают где лучше поставить контейнер хотя бы их мнения послушать так но дело что вы с той стороны говорите здесь а когда люди увидят какие потоки которые они сейчас не будут поэтому у вас прислушиваются эти мнения сейчас у нас будет средство на благоустройство средства дополнительные на дороге предусмотреть и наши средства позволят управляющие компании нормальные сделают люди выгодят и все решат в пожарной части городского округа зафиксирован один случай возгорания торфа на подведомственной территории добрый день за прошедшую неделю пожары в жилом Сеппале в городском округе не зарегистрированы за неделю было два выезда ложно также зарегистрированы первый случай загорания торфа почвы в районе гранической с городским округом 52 квартала полисничества сам очаг не представлял особой сложности небольшой очаг но лес охрана два дня практически тушила наши подразделения привлекались во-первых нет дорог подъездов к этому месту подвозом воды все осуществлялось и вблизи нет водоема то есть опять это у нас сложный участок получается то есть если западная часть попала под углоднение сейчас ситуация более-менее нормальная восточная часть гранича с городским округом практически безводный район кроме того практически ежедневно осуществляется патрулирование по четырем маршрутам представителями полиции пожарной охраны по тем маршрутам основным замечанием опять же это окос травы является сейчас время когда трава высыхает на корню и есть участки которые ни за кем не закреплены получается как бы и некому их окрашивать хотел бы к руководителям предприятия обратиться то есть вокруг своих предприятий закрепленную территорию к руководителям судоводческих товарищей то есть обезопасить себя выполнить требования пожарной безопасности окосить прилегающую территорию также к жителям района к жителям города вокруг своих домов также обезопасить свою территорию чтобы не было возможности загорания именно этой сухой травы кроме того хоть бы запретов не водили все равно значит жители будут посещать леса сейчас ягоды там грибы тоже убедительная просьба при посещении лесов соблюдать требования пожарной безопасности наша безопасность в наших двух нас мы информацию по телевидению о постоянности на основе делаем обязательно продолжаем до конца пожарной опасности отель отель отдел полиции за прошедшую неделю зафиксировал 59 сообщений о правонарушениях и преступлениях участились кражи личного имущества граждан на территории садовых товарищей доложил замначальника отдела полиции Федор Зайкин за прошлую неделю отделом полиции зарегистрировано 59 сообщений о правонарушениях и преступлениях из них хотелось бы отметить это 8 сообщений о получении телесных повреждений гражданами 2 факта естественной смерти наших граждан 3 сообщения о повреждении имущества мелкое хищение имущества 1 сообщение 7 краж и 10 сообщений о недостойном поведении граждан вместе с тем за неделю сотрудниками полиции составлено 118 административных протоколов различные правонарушения и осуществлялась охрана общественного порядка на мероприятиях проводимых городом закончит граждан кражи я понимал увеличиваются нет они в принципе на одном уровне единственное увеличение краж произошло опять же незначительно по сравнению с прошлым годом это на дачных массивах потому что в летний период соответственно дачники приезжают привозят значительное количество личного имущества и поэтому данный объект является для воров достаточно соблазнительным тем не менее мы при объездах всегда информируем жителей председателей данных товариществ о том чтобы они по возможности старались бы заключать договора с отделом неведомственной охраны охраны которые дают гарантию скажем так от проникновения и сохранения их имущества если следует и активная полиция проработать и продумать совместно с ГИБДД установка дополнительных знаков и вообще что можно делать на выезд на гору с ТШСА в общем что машины ведутся регулярно со смертельным исходом может быть со стороны области когда ехать дополнительные опасные участки не знаю может быть какие там дополнительные светофоры потому что на самом деле вообще регулярно периодично страшные аварии казалось бы прямого участка но этот мозг подъем не видит продумайте какие дополнительные можно сделать информацию на самом деле такая ситуация непростая здесь только наши жители в этом году уже несколько побегов прошло проработать что-нибудь это вопрос может быть касается в принципе о включении светофоров проработать потому что информация которую я думаю не однозначна согласно думали а вот дополнительных знаков что опасно может быть каких-нибудь световых отражать или может быть какие-то лежачие как преград но таких световых чтобы они могли только выскакиваешь на мост перед мостом особенно вот этот опасный участок электрогорское лесничество работает в режиме ухода за лесными культурами осуществляет плановые мероприятия по предотвращению пожаров в настоящее время проводим уход за лесными культурами и делаем подготовку почвы под посадку лесных культур 2014 года также проводится плановое патрулирование патрулирование лесов составлен один из атаков нарушения правил пожара безопасности леса также выявлена основная рубка районной СНТ озерки материалы направлены подъем полиции для возбуждения уголовного дела на суверение еще отмечен такой случай ко дню посадки леса 18 мая нами были установлены два капитальных места отдыха на Горьковском шоссе одно на землях Тереводского округа второе на землях Палапасадского и на прошлой неделе неизвестными были спилены основания столов и увезены с собой их место то есть каркасы оставишь а внутри все спилили и увезены потом мы говорим о нашей культуре о варварах которые собирают везде царить поэтому я думаю введение нужно ставить везде въезды подъезды максимально возможно можно было как-то отреагировать не поможет отследить по культурному просто нужно проделать определенную работу она непростая при желании я думаю что можно в любом случае наверняка транспорт они возили большевые возили то есть просьба вот как сейчас вот наши пожарные сделали замечание пожелания у нас восточный путь не охвачен вот в плане пожарной безопасности продумать какие работы нужно сделать в этом направлении может быть дополнительный пожарный водоем может быть провести какие-то работы вырубки сухостой может быть траншеи разделить на участки чтобы не дай бог не было потоков пожаров огня все вопросы вы профессионалы дайте свое видение дайте свое предложение на самом деле не дай бог что жили не было хорошо? на этом оперативное совещание было завершено начало все видело что будет все ieron Продолжение следует...